трэшовый вкус спец выпуск велосипеды да какое-то время назад у него даже уже обсуждали на выпусках и у нас на руках перевод мы конечно можем с ним ознакомиться посмотрим как они покатались как они развлекались до прошлый с дрифтом был прикольный ну шахматами еще вообще определенный лично заинтересованность была смотрите в сегодняшнем выпуске bottom gear я немножко потерялся ай 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 а ты видишь перевод на него там ганит Пафосная заставка. Ну, насколько пафосная, не очень, да? Привет и добро пожаловать на очередной очень специальный выпуск Трэшового Вкуса снаружи. Трэшовый вкус снаружи! Итак, что мы делаем сегодня, пацаны? Сегодня мы отправимся на Хиросиму, чтобы проехать велосипедный маршрут Симонами Кайдо длиной в 75 километров. По пути выполняй челленджи, чтобы определить победителя. Если в двух словах Симонами Кайдо красивый велосипедный маршрут, связывающий префектуры Хиросима и Эхиме. Это удивительное путешествие по островам. На всем протяжении от старта до финиша по дороге тянется голубая линия, так что вы точно не заблудитесь по пути. Аренда велосипедов стоит меньше 50 долларов, в общем, самое то для начинающих и подойдет для всех. Но дорога долгая, и пока не ясно, кто умрет, кто выживет, а кто сойдет с дистанции. Наверное, я. Переходим к видео. Проехать 75 километров за один день, уверен, для кого-то это равноценно прогулки по парку. Но мы трое определенно восприняли эту затею неоднозначно. Привет! Остался всего один день. А точнее, 30 минут до следующего дня, когда мы выезжаем. Вообще говоря, у меня должно быть преимущество перед пацанами. Все-таки я проехал примерно 150 километров во время путешествия по Японии. Хоть и это было года два назад. Поскольку прошло уже два года, и с тех пор я на велосипеде не ездил, можно в принципе считать, что ничего вообще не было. Я ебаный хилый задрот, окей? Я могу только сидеть на своем долбанном диване и перед своим долбаным компьютером смотреть аниме и обсуждать анимешные сисечки. А теперь мне предлагают проехать 100 блядских километров за день. Издеваетесь? Будет тяжело. Только бы не было холодно. Мне кажется, я буду где-то посередине. Конор однозначно в лучшей форме, чем я. Но, скорее всего, я в лучшей форме, чем Гарнер. Так что... Да. Вероятно, мой опыт будет самым... Скучным. Мой опыт будет наиболее средним. Я никогда не бегал марафон. Я никогда не участвовал в настолько тяжелых физических активностях. Я не пытаюсь занизить ожидания. Ничего такого. Но если я просто проеду дистанцию, то я уже буду доволен собой. Думаю, я выиграю. Я всегда это говорю. Всегда. На этот раз я искренне считаю, что я выиграю. Я подготовился, я взял подходящую одежду и в целом я готов побеждать. Во словам мемов. И из натреки в лучшей форме. Джоуи был в спортзале раз за последние два месяца. Чел даже не бегает, он умрет. Конор, наверное, опять хвалит себя. Да и правильно. Не хочу ничего сглазить, типа он антагонист, но ему нужна чертова победа, человек. Если он проиграет еще раз, ему нужно переименовываться в профессионального лузера. Мы с вами все. И долетели до Хиросимы. И вновь накануне вечером мы чувствовали себя нормально. Абсолютно нормально. Джентльмены, мы снимаем наш второй официальный спецвыпуск, то есть запланированный спецвыпуск. Что вы чувствуете? Усталость. Я устала, а я ведь фактически ничего не сделал. От перелета. Я сегодня вымотался нахуй. И меня ждут 8 ебаных часов на велосипеде завтра. И должен сказать... Смысле тебе? Нас всех ждут 8 часов на велике завтра. Должен сказать, не знаю, как вы к этому относитесь, пацаны. Но я не горю желанием. Ну, мы запланировали это когда? Около месяца назад, да? И я думал, сейчас конец октября уже. И я думал, окей, у меня есть весь октябрь, чтобы походить в спортзал, потренироваться. Но октябрь оказался самым загруженным месяцем за год. Я побывал в спортзале один раз за год. Ой, за месяц. И еще я подумал, если я не хожу в спортзал, то хотя бы буду правильно питаться. И в этом месяце я питался всякой дрянью. То есть, если кто из нас цито, это ты. Ну да, короче, я себя дебафил просто как сумасшедший. Я отношусь к этому нормально. Ты из нас троих определенно в лучшей форме. Да, физически. Вы думаете, я люблю физические упражнения? Я ненавижу физические упражнения. Вот на чертовом спецы в пуске продрифт я весь день сидел в кресле. Я мог помереть, да и похуй. Это было легко. Сколько вы дольше всего ездили? Не знаю даже. Я никогда не ездил. От дома до ближайшего магазина. Я никогда не ездил на дальней дистанции, не бегал на дальней дистанции. Я никогда не напрягал себя в продолжительное время. Я все еще ездил на даче. Я просто попытаюсь выжить, и вы надалеку. В тем же понятики были расстояния. В спецвыпусках. Пришло время победить кому-нибудь еще. Ага. Так, ребята, мы все прикупили себе одежду. Я им говорил, типа, за два дня заранее. Я говорил, ребята, Amazon доставить только завтра. У вас остался один день. Мы все закупились, но не успели примерить. Не хотите показать одежду, которую взяли? Я еще не примерял ее, но увидим. Да, я примерю свою, достану свою. Лады, давай. Мы готовы. Ты выглядишь как мазухист. Ланчманн. Там есть персонаж, который... Гарл, да? Человек сперматозорит. Я сперматозорит. Тут еще и подкладки есть. Парни с задницей. О, класс. Ну, интересно. Как дешевый косплейный костюм. Боже, да, точно. С ними, кстати, очень удобно. Почему во всех штанах таких нет? И правда. Да, отлично, отлично. Как вам пацаны норм? У тебя соски затвердели, чувак. У меня всегда твердые соски. Всегда. В любой ситуации. Тебе их не натрет? Я даже демонетизирую за это. Как будешь готов, Джоу? И как будешь готов? Знаешь, что ты похож на 80-летних японских велосипедистов? Костюм похож на дайверский. Ты глядь на его верблюжью лапу. О, боже мой. Ты весь в обтяжку, чувак. Яйцам есть чем дышать? Это похоже. Немного тесновато. А это, между прочим, размер L. Не могу оторвать взгляд. Теперь ты... Не смотри на член. Не смотри на член. О, боже. Я превращаюсь в Пингая. Знаю, Гарнтон, скорее всего, проебался. И купил что-то совершенно не подходящего размера. Это будет стопроцентным в духе Гарнта. Ребят? Я очень сильно ошибся. О, черт, нет. Я купил что-то в размере M. Это японский размер M. Это точно не сценарий. М. Он слишком маленький. Зачем ты купил M-ку? Потому что это мой размер. И чуть-чуть меньше, и ты бы не смог руки согнуть. О, боже мой. Разнакомство. Твой член будто уничтожен, Гарнт. Ябаноша. Мне придется ехать восемь часов в этом. Знаешь что? Боже мой. Меня зовут обезьянним мозгом, но на этот раз обезьянним мозг не я. У тебя что, нет подкладок снизу там? Нет, нет. О, ну, пацаны, я купил небольшой подарок. Я знал, что вы проебетесь. Я купил вам шорт из подкладки. Я чувствовал, что вы оба не понимаете, что вам нужно. Ну, мои мозги не настолько обезьяньи, как у этого парня. Потому что тебе покупал Крис? Нет, я сам. Да, ты за кого вы не держишь вообще. Так что, я хороший друг. Я купил подарки на случай, если они забудут. Вот вам шорты. XL, Гарнт, нализают. О, боже, похоже, что они подходят. Прям сверху. Да и вспоминаем недавнюю историю, когда он рассказывал про свой заряжатель с кирпич размером. И с таким же весом. Готов к завтрашнему дню, Гарнт? Я не готов к завтрашнему дню. Думаю, я экипировался идеально. Мне стало еще страшнее, чем раньше. И сейчас я чувствую себя долбоебом. Я чувствую себя Кодером. Ты занимаешься таким на своем канале, Конор. Я рассказываю про анимешные сисечки, оставаясь за кадром. Какого хуя я делаю? Твои яйца боятся завтрашнего дня еще сильнее, чем ты. Твои яйца сжала, как ебаными тисками. Напиши Сидни, дай ей знать, что у вас не будет детей. Про них можно... Черт. Пойду, чуваки. С вами были люди-сперматозоиды, видимо. Сперматозоиды? Затем мы поедем на велосипедах. А сейчас мы пойдем в Вонсен, потому что мы в Рёкане. Расслабимся перед завтрашним. Перед предстоящими нам ужасами. Ладно, пока. Восемь часов и пять минут утра, леди и джентльмены. Сегодня в Аномите Хиросима прекрасное утро. Вау. Мы хотели начать в семь, но на часах... Восемь, восемь, нуль пять. Поздновато. Надеюсь, это нам не аукнется. Я не знаю, что смотрю на воображаемые часы. Типа да? Да, да, восемь. Подтверждаю, ребята. Итак, за наши спины, окей, он отплывается. Детские нарисованные. Это был паром, на котором мы собирались плыть. Мы дождемся следующего парома до первого острова, до старта. Мы начнем совместные поездки. Это первая часть. А на последующих островах у нас будут челленджи, которые мы пока не знаем. Так что разберемся с этим в процессе. Да, на первом мы просто прочувствуем, что к чему будем наслаждаться прекрасным видом. Хотя бы дождя нет. Наши велосипеды, взгляните, мы их прокачали, обешали со всех сторон. У нас тут аккумуляторы для GoPro, шлемы для GoPro. Такие штуки для наших телефонов. Полный фарш. 2020 год. Как бы все это не загорелось. Технологии. У нас есть тратцы, чтобы мы могли разговаривать. Кстати, это же снималось в октябре прошлого года. Почти год прошел охеряюсь. Когда не видим друг друга. Извини, я только что понял, что ты все это слышал. Принято, принято. Да, я это слышал, Гарн. В Японии они, к слову, разрешены. Так, к слову, шучу. Ладно, думаю, мы готовы ехать. Хорошо, поехали. Погнали! Пока! Маски. Вот как выглядит маршрут. Симана Микайда состоит из семи островов, соединенных между собой мостами. Легкий маршрут показан синим цветом. Трудный маршрут показан пунктиром. А часть на пароме показана красным. Большинство местных советуют новичкам разбивать маршрут на 2-3 дня. Но мы собираемся его проехать за один день. Итак, мы в самом начале. Я хочу поговорить по рации, это весело. Долго, долго, долго. Мы только сошли с парома, он находится там. Это первая часть гонки совместная. И начнем мы с расслабленной поездки. Мы прощупываем почву, верно? Разведаем обстановку. Я чуть не упал. Боже, хорошее начало, просто отличное. Мы поедем вдоль синей линии, это все, что от нас требуется. Да, синяя линия. Хотя надком великий я никогда в жизни не ездил. У меня был старый советский на даче, и аист дома. Видите, вот она на дороге. Может быть, кто-то помнит еще аисты. Эпичная синяя линия. Эпичная синяя линия. Она будет нашим хранителем, нашим спасителем, нашим пастырем. Ладно, поехали. Ладно, поехали. Песни, пока. 8-40, покатили. Покатили, пацаны. Вот блин, я не заметил те синие стрелки. Следуйте по синим стрелкам. Я уже начинаю запутываться. Камера пишет? Вау! Наше испытание началось. Поездка по первому острову была ненапряжной, без челленджей, без давления. Мы мало в чем могли проебаться. Кажется, мы проехали на красной. Уже нарушаем ПДД. Еще и на камеру, черт. Все норм? Да, у меня же ПДД есть. У Джоуи уже началось хуй, пойми что. Да блин, Джоуи, серьезно? Серьезно? Вперед! Ту-ру-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. О, Сейба, точно Десна у меня была советская на даче. Во, я не забыл просто как она называется. Там их не так много было, так что шансы, что кто-то попадет был высок. И кто-то попал. Да, на даче у меня была старая Десна, а дома... Хай, ханни! Хай. Ну вас нахуй, я поехал, вперед! Отлично! Так, мы едем и едем на Иносиму, на второй остров. Это страшно, потому что мы едем вплотную к тракторам и всякому такому. О, боже. Позвольте протиснуться, спасибо, сэр. Я вообще не привык ездить на велосипедах. И эти велосипедные дорожки довольно узкие. Мы рядом с машинами, и они легко могут нас сбить. К счастью, это не Юго-Восточная Азия, где на дорогах беспредел. А это сильно плохо, если у меня ноги заболели. И у меня тоже, Джоуи. Это не сулит ничего хорошего. Они в 40 минут едут. Не, ну 40 минут, конечно, не много. Мне хер чешется. Не знаю, почему. Надо это исправить. Это, по идее, легкая часть. Что же будет дальше? Да, вот реально. Прямо вперед, как вы видите. С меня штаны спадают. Ну, отличная задница, Джоуи. С моего ракурса выглядишь сочно. Вернись. Не направляй GoPro на мои штаны. В Японии красивая сельская местность. Так прекрасно, очень расслабляюще. Не стоит забывать, что это был марафон, а не гонка. У нас был целый день. И, ну, он как-то сразу не задался. Привет. Как дела, Люк? Как дела? У меня хорошо. Как тебе за рулем? Хорошо, очень. Ты держал двумя руками. Ноги побаливают. Слышал, Джоуи, он уже устал. Ну, а ты как? На самом деле немного прохладно. Соски торчат. Ну, в остальном норм. На дороге вообще нет машин. Боже, я уже об этом жалею. Очень плохо, что мои ноги уже, знаешь, немного горят. Горят. Кстати, а что они постоянно крутят? Типа ведь, когда ты едешь на велике, ты прокручиваешь и отпускаешь. Или нам просто так показывают. Типа я никогда безостановочно не крутил педали. Даже на своих помоечных великах. А уж эти-то какие-то супер навороченные, наверное, лучше работают. Я не знаю, опять же, без понятия, но мне кажется, что... За что вы деньги платите, как говорится. Моей заднице уже очень больно. Подкладка бесполезна, бог мне свидетель. Ноги начинают уставать, и это меня немного тревожит. Да, аналогично. У кого-нибудь еще, нахуй, занемела задница к этому моменту? Да нет, вроде нет. Нет. Вот смотрите, вот сейчас точно можно было отпустить. Вот здесь, по-моему, даже в спуск. А он продолжает ехать, типа, крути. Привет, смотрите песель, смотрите песель, смотрите песель. Иди сюда. Я догоню песеля. Хочу его заснять. Мы уже проехали довольно много. Сколько уже едем? Минут 20? Десять минут. Ябаный в рот. Привет. Берегись машины. Вижу, вижу. У меня задница затвердела, или это сиденье такое твердое? После этого дня я, наверное, не смогу ходить, не так ли? Иногда, чтобы задница, типа, встаешь на них вот так вот, подтягиваешься, грубо говоря, и так, хоп-хоп-хоп. И уже задница получше. Как дела, Гарн? Бывало и лучше. Пока могу сказать, что видос про трифт был лучше. Гарн сейчас как в том меме с парнем в клубе, до которого внезапно доходит. Черт. Я же сейчас мог аниме смотреть. Да. Черт, вода выглядит шикарно. Надеюсь, там есть лифт. Но предчувствую, что лифта не будет. Мы уже не вывозили. И местные любезно решили показать нам, как это надо делать. Господи, тот чувак нас обгоняет. Он красуется. Хватит флексить. Боже, почему это не я? Хватит флексить. Мы точно правильно едем? Вроде бы. Да, синий линия здесь? Да, хорошо. Мы следуем вдаль чертовой синей линии. Ближе к концу первого острова нам встретилось первое из множества испытаний. Восходящая дорога. О, круто, уклон 3%. А, ну вот, только-только дорожка вверх пошла. На километр. Мне кажется, они неправильно просто ели. Прекрасно. О, боже. Убейте меня. Прошу. Нахуй, да пока отдохнуть к моим ногам? Боже, ну почему это? Возможно, конечно. Извините, что тысячный раз топ. Возможно. Возможно. Их тела сейчас просто очень в плохом состоянии в плане... Ну, короче, в детстве это лучше. То есть... У меня вообще сасма не знаю, как бы, упоминание с дыханием, да, но... Даже если у тебя нет хронических заболеваний... Ты, возможно, реально... Ну, в детстве я имею в виду, условно, там, 15 лет, да. Есть, опять же, те чели, которые ничего не делают взрослые, то, возможно, в 15-е даже эффективнее можешь кататься на велике. Я реально, ну, помню, на хреновом относительно велике по не очень хорошим дорогам... Наверное количество минут, в плане десятков минут, я ехал без перерыва, и не было никогда проблем. Это не я. Я решил взять передышку, чтобы показать зрителям красивый пейзаж. Прием. Я тем временем пиалюсь на жопу Гарнда. Лучший вид. Для кого-то прием. Перед тобой лучший холм, мой прием. Почему мы не взяли электровелосипеды? Не знаю. Такие есть. Если бы людям такое доставляло, они не изобрели бы машины. Не укротили бы... Это же мотоцикл. Мы должны были подниматься в холм при каждом переходе с острова на остров. Мы устали. А ведь мы еще не проехали даже первый мост. Ровная дорога. А вот по мостам мне тяжко ездить. Я боюсь мостов. Немного ускорюсь. По крайней мере, я опередил Джо. Вы где, ребят, слышите? Я никогда не ездил высоко на сидушке, я не умел. Ну, то есть, у меня она всегда была довольно нестая. Ну, опять же, у меня и велик плывал, извините, какой. Так что я тоже не умею ездить на высоких, поэтому... Короче, мне нужно так, чтобы я спокойно мог сойти, типа, ногой достать. Иначе чувствую себя небезопасно, если слишком высоко. Я знаю, что это, типа, правильное так сидеть, но, опять же, требует скилла. Короче, у меня более простые понятия по неправильности, опять же, банально, что ты должен накрутить скорость и ехать отпустить, и накрутить, отпустить. То есть, не нужно бесконечно крутить. Я говорю, я никогда даже на таких не ездил, как вот здесь нам показали. И высота у меня всегда была ниже, и колеса меньше. А я бы чувствовался здесь непрекрасно, у меня было бы, бездет, стрёмно. Мне пиздец было бы стрёмно здесь. Давайте проедем 70, а то есть 100 километров, задокументируем наш путь, снимем об этом видосном тубе. 30 только гаранту, а этим 27-24, по-моему. Просто, блядь, гениальная идея. Для велосипедов бесплатно, шикос. 50 лет. И никакого доказательства, что я заплатил. К счастью, за каждым подъемом следует спуск. О, охуительно, около километра будем съезжать вниз с холма. О, прекрасно. О, да. Жизнь хороша, да, Конор? Прекрасно. О, король дрифта, король дрифта. Я использую навыки дрифта, которым научился в прошлом выпуске. Король дрифта жмёт у тормоза. Однако, я, пожалуй, слишком расслабился. Господи, как тут красиво. я не умел отпускать две руки с одной еще ладно но две руки заснял а вот они бодрячком геймеры боже этот приятный ветерок офигенно блин сопротивление ветра ощущаются на полную вода сейчас едут спокойно отдыхают это машина что это за звук хотя бы сейчас особо не крутят да это звучит очень-очень понимающий проехали мимо спецвыпуске почему я постоянно все ломаю все пиздец этой шине пиздец о нет пиздец ей полный пиздец как заметил на холме пускался только хорошие люди бум-бум-бум-бум-бум это плохо я не могу ехать дальше самая дорогая вещь на съемках как его зовет джоу и почему ты постоянно что-то ломаешь на спецвыпусках как тебе это удается если возьмем тебе новый велосипед ты его сломаешь как себя чувствуете пацаны ну не только плохо больно только в процессе а так и не сильно уставший подкладки это ложь подкладки это ложь они помогают но все равно больно каждый раз когда я отрываюсь от сиденья я прям чувствую как задница снова наливает кровь мне будто напихали десять кую в жопу у меня шина лопнула окончательно и мы это не предусматривали да проехали мы на дороге так что я думаю может да подбери как она лопнула я почему на дороге ко мне я без понятия есть и по камням фу быть такие увидимся конор бывают не скучай тут сколько заряда осталось на у тебя аккумулятор выпал дадут все выпало сегодня вообще не везет увидимся на финише детка я пиздец как огорчат что моя хуйня наебнулась это был обычный день из жизни седога и док ломать вещи мы не бросим ей сломалась моя поверить не могу он продолжает ломать вещи что сломает следом почему именно с парнем который всегда настроен оптимистичнее всех нас в итоге и правда и правда машины в видео про дрифт а теперь он сломал велосипед и часто не успела блин пройти этот человек в одно рыло выжирает весь наш бюджет не знаете что самое худшее конор сломался во время чертовой лучшей части маршрута во время спуска с холма но как же иначе пока пацаны поехали дальше без меня мне нужно было найти способ починить велосипед и я не знал как это сделать показать насколько шину разъебала посмотри о боже мой смотри как все плохо я совсем не хотел останавливаться мы были на отличном прямом участке подниматься в этот холл было так заебисто тут чья-то промокшая маска ладно поехали пацаны вперед и кемас очень медленно пацаны как слышно прием мы вас видим видим мы подъезжаем к вам да вот они впереди совсем недалеко ты где записываешь прямо сейчас мы в этой точке карты ремонт велосипедов вот здесь так что тебя ждет приключение я должен поехать сюда и починиться а потом мы вернем примерно сюда а потом сейчас будем тянуть жребий да короче есть альтернативные пути есть паром есть трудный путь или нормально стандартный да как мы собирались сделать один из нас поплыл бы на пароме один поехал бы трудным маршрутом один бы поехал легким но конора присутствует клоун потому что ему нужно как вы понимаете чинить свою хуйню приводить хуйню в порядок и мы поступим вот как устроим гонку посмотрим кто первее доберется до следующего чекпоинта от этого будут зависеть очки для следующего челленджа и его сложность все сводится к розыгрышу легкого и трудного маршрута между мной и джоуи но дело вот в чем паром идет отсюда до сюда да 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 тот кто поедет легким маршрутом в итоге окажется на той дороге давайте выясним кому достанется легкий маршрут а кому трудно дайте мне легкий прошу я хочу легкий нахуй иди я завидую конору я хотел паром паром требует я вообще не хотел паром но логично что чтобы ложиться в график мне надо на него вот паром на котором плыву я ему по умолчанию достается маршрут легче легкого потому что он клоун ёбаный клоун дуг вей у меня в руках в листку перетасую еще раз чтобы все было честно боги гачи умоляю кто будет тянуть кто хочет я хочу ехать на велосипеде блин когда мы ехали по дороге я говорил что мне нравится как конор всегда оптимистичная всех настроен на спецвыпусках но при этом именно с ним всегда случается хуйня сколько фейлов его еще постигнет узнайте в следующем выпуске трэшового вкуса которые снимаются снимаются прямо сейчас обычная гонка ненапряжная прогулка по парку закончилась теперь выкладываемся на полную первая часть была небольшим разогревом с парнями теперь мы разделимся и проедем по одиночке в моем же случае в машине с комфортом завидую что не ясно вроде как рад но лучше бы я ехал на велосипеде в коментах меня назовут ёбаной тряпкой следующей частью спасибо за поддержку острова у гаранта легкий маршрут а у меня трудный а конору предстояло починить велосипед переплыть один остров на пароме а дальше ехать на велосипеде до точки на четвертом острове исход гонки определит наши позиции следующем челенджи и только двое победителей смогут насладиться освежающим мороженым экибен ждущим нас в середине пути ладно давай отчет и мы начнем гонку как жестко бедный третий 21 марш удачи пацаны погнали скоро увидимся клоун глава ёбанис после такого на нем она не лона хотя соусах и тушеки мой маршрут рекламировался как легкий но я вскоре понял что это реклама могла быть ложной о нет и мы начинаем съемного холма ну конечно мы их перепутали за трудный маршрут это трудный маршрут черт какой тихий городок охренеть оде гимон уверены что мы не перепутали легкие трудный маршрут почему-то спрашиваясь прием это нелегкий маршрут это вранья ну не знаю дружи я тут весело хочу по просторам приемчик у меня тут сплошные холмы господи блять боже боги гачи на моей старой тебе встречаются холмы норме гарн какие-то холмы очень крутые что тебе весело надеюсь дальше будет проще похоже мне повезло пацаны в машине немного душновато мне как ни странно хочется ехать через холмы с ветерком морась ты можешь выиграть эту гонку конор но ты все равно главный лузер приемчик наслаждаешься поездки конор говорю тебе чувак мне даже слишком комфортно честно я бы хотел попасть у тебя хорошо ублюдено скройся с глаз скройся с глаз я больше не хочу тебя видеть сегодня чудесный день горд чудесный у телепедали на своих маршрутах я приятно проводил время ожидая когда велосипед починить кстати мы заезжали за сэндвичами в лоусоне сэндвичи с тунцом и яйцом мои любимые это лучшие сэндвичи в лоусон нет лучшего сочетания и помним машину не поменяют вон там и у нас есть приблизительно 10 минут на все про все нам придется поспешить конечева они такие милые почему-то от этого сердце радуются обычно люди разбегаются когда видят камеру но мне попались приятные ребята мне это было нужно это придало мне сил это что консервированная рыба до консервированная рыба привет вот мой сегодняшний ланч я взял сэндвич свечиной и зло а фэмили марта я читаю сэндвичи фэмили марта среднячком но не сойдут пить буду пока рисует и дынная вылочка чтобы заправиться сахаром тогда как наше времяпровождение было не слишком приятным опять калмы в гробу я их видал мой вкусный ланч позднее вышел мне боком мы приехали в долг и проверили время мы смотрим расписание тут написанные носимом и сейчас здесь есть два парома 1 в 11 он плывет в другое место в спорт сава и похоже да здесь написано сава 11 25 внизу видишь да какой сава 11 25 сава 11 25 да кажется это стоп но мы не в сабе и на 7 да на и на 7 этот плывет назад а этот плывет туда и на этот мы опоздали на 20 минут бля это значит что следующий будет час дня нельзя столько ждать пришлось импровизировать самое главное чтобы пацаны не узнали отключу шаринг локации чтобы они не видели где а точно точно это нам незачем им говорить до порта говорили велосипеде будто я сошел с парома пусть думаю что я плыл паромом когда видео выйдет когда они увидят черновую версию они скажут какого хуя коннор ты ехал да я ехал ведь мы опоздали на 20 минут мы могли успеть если бы знали но мы 20 минут проебывались фэмили марте блять я идиот ладно поехали бля я столько всего пропустил пока конор был в своем удивительном приключении я сильно оторвался от гарнта настолько сильно что мог просто насладиться своей поездочкой как ни странно я не потею наверное это из-за холода сейчас прохладно здесь хиросиме прохладное утро замечу что сейчас 11 часов четверг на улицах должны быть люди идущие по делам или нет нет вот что интересно я успел по крайней мере пацаны будут так думать короче мы остановились давайте ребят по-быстрому вытаскивайте велосипед я хочу побыстрее нагнать их не хочу чтобы они ждали меня 10 часов так что мы скажем ты скажешь что высадил меня у парома и я плыву и моя локация не показывается из-за поломки паром на 11 30 на 11 30 и я лечу к ним я мчусь на всех парах я сказал что буду гнать не жалея сил они скажут вам как быстро ты доехал а я отвечу а то конечно я спешил к своим пацанам вы чего я вовсе не ехал в машине да ну не пиздец чувак я уже об этом жалею увидимся геймеры я еду очень быстро я сама скорость отсюда моста вообще не видно это немного тревожит надеюсь парни не догадываются моем на йоге велосипед издает странный шум да ёб так игру что ты его сломаешь второй раз немного беспокоит симонами кайдо один из самых живописных велосипедных маршрутов во всей японии и в то время как мы страдали а конор импровизировал мы тем не менее не забывали наслаждаться красивым видом вы это видите офигеть посмотрите на воду бля как красиво то почему так красиво я восторга я блять подыхаю но блин зато какой вид прекрасен я офигеваю от пляжа я даже не люблю пляжи боже зацените этот вид а это что за место я сейчас я сейчас проезжаю мимо храма посмотрите прекрасный вид приятный морской бриз это задумывалось как испытание но мне реально было весело прощай якутидзима ты был прекрасным прибережным городом прекрасным прибережным островом портовым островом но пришла пора прощаться остров номер три и мы въезжаем на остров номер четыре а миссимо там и будет первый чекпоинт вперед ревущий дракон моста татара попробуйте хлопнуть в ладоши и произойдет нечто странное обещаю после этого я буду ходить спортзал ну нахер я бы обосрался я конечно мог бы пройти остаток пути до чекпоинта и все равно моя фобия мостов был возросла в тысячу раз я думал однако поскольку мне случайно достался оттуда легкий маршруту гаранта было не очень кайфово реально чё за херня как так получилось 40 километров до без проблем буду перечислять то что мне нравится анимешные сисечки лучше не говорите моя невеста аниме что были первыми аниме манга мороженое я обожаю мороженое знаете что сейчас было бы здорово макфлори холл ведущий к третьему мосту чуть не сломал меня и мне стало еще фиговее когда я узнал где джоуи вы слышите меня слышу тебя прием я сломлен по состоянию на данный момент я сломлен но тогда ты наверное не будешь рад слышишь что я только что добрался до чекпоинта иди нахуй я буду ждать тебя на чекпоинте дружок ну его нахуй нахуй джоуи нахуй перечисление того что мне нравится как насчет того что я ненавижу джоуи за за что он австралийский мудила который меня обогнал сейчас наслаждается ебучим ланчем открылась второе дыхание продолжаем что я еще ненавижу конора за его самодовольство и за то что думал что нам всего этого хотелось знаете что сегодня случилось кто-то уничтожил ёбаный туалет в ансене я так что я не смог даже по-человечески посрать утром это держал и что не могу нормально посрать нахуй природу нахуй красоту эти горы иди нахуй ньютон со своим блядским сохранением законом сохранения энергии почему нельзя просто так создать энергию почему я не могу создать энергию из воздуха прямо сейчас чтобы махнуть через этот три блядский мост но гарант не единственный у кого были трудности ебать я свернул нихуя не туда в смысле как ты же попросили линии мое наказание за то что я грязный обманщик я долго ехал не в ту сторону я не замечал по дороге надписи о том что еду туда откуда мы начали а боже обратно я проехал три или четыре километра не в ту бля как как ёбаная обезьяна сейчас чили дома смотреть аниме играть видеоигры но нет пацаны потащили меня в поездку на велосипедах чем еще мне заниматься в этой жизни я ведь обожаю спорт и зрители обожают видеть как гарант страдает просто охуенная идея шахматы это можно запросто я запросто победил конора запросто изи что плохого может случиться на дрифте я перевернусь разобьюсь и умру да и не похуй или зато отличный контент будет а вот снова тот мост с лучшего ракурса любой другой ебаный видеоблогер при виде этого сказал бы полюбуйтесь этим удивительным видом нахуй этот вид нахуй эти острова нахуй воду просто дайте мне долбанных анимешных сисечек я сейчас смотрю на карту и гарант уже на мосту он на полпути и скоро должен подъехать а я пока что наслаждаюсь мороженкой оказывается это особый сорт мандарина который растет только в эхиме эхиме славится своими мандаринами и это мандариновое мороженое просто охуенно однако неожиданно придала мне сил прошу прощения нервы немного не выдержали еще бы это было не слишком по-монашески монашески горд добрался народ аплодисменты он добрался и теперь оставалось только дождаться нашего последнего пацана следующие 1200 метров углом в среднем три процента давайте пацанам может и было тяжело но мне точно не будет я этого не допущу я слишком гордый ну что мы получили прайга от конора похоже он скоро к нам присоединится и он подъезжает к тому холму тому холму тому холму не понимаю о чем ты для нас это был самый обычный холм разве нет мне все понравилось вид на все деньги охуеннейши красиво как же хочется там искупаться не терпится выпить чертового пива и поесть романа я вижу дрон я вижу дрон впервые вижу чтобы человек столько раз полил за один день капец конечно и реально у тебя дорог богата в целом снимают с трудными аж жаль что я не обгоняю их тогда мог бы проникнуться красотой этих мест и показать их вам но к сожалению пацаны меня ждут пока мы тут ждем конора я наконец взял себе мороженое все пережитое того стоило все страдания купила это марва слава мороженого и вкусное мороженое будем в последний раз я видел его часа два назад вот он вот и он явился дружище да мы это сделали первая часть позади я хотел бы про победную речь благодарю свои ноги и задницу за то что не сдались благодарю пока рисовать за их потрясающий энергетик чтобы не навернуться под конец возьмусь к я за руль наконец-таки мы воссоединились что я вижу тебя новенький велосипед вместо шины мне поменяли весь велосипед так нечестно ты проапгрейдил свой велосипед он выглядит не так же нет намного лучше да а он весь такой крутой черный смысле какое это имеет значение пацаны снова вместе мы были примерно на полпути и у нас было время оглянуться назад пацаны пока не знают что я смухлевал то есть это не мухлёж потому что мне и я оправдываю сам перед собой но привет жо и ты слушаешь хорошо супер он не слышит прекрасно но впереди еще много челленджей мы точно не знаем каких я вполне уверен что выиграю эти челленджи сюда я прибыл последним и это был большой провал отстойно но дальше я отыграюсь я уверен чувствую себя отлично я готов пацаны выглядят полудохлыми но мне норм как дела отряд король здесь хорошо не весело я по большей части наслаждался пейзажами да конечно это пиздец как выматывает все-таки мы сколько мы уже в пути три с половиной часа мы проехали 35 или 36 километров около того примерно половину и да господи каждый раз когда я заезжаю на мост на этот и на прошлые два тоже это просто нечто ребят вид оттуда не надоест он охуенно красивый и по дороге встречаются всякие небольшие причудливые штуки я цепляю взглядом и думаю что это за фигня было в общем да было клёво во второй половине будет тяжелее ну да я их уделаю город здесь умереть это была гонка по прямой и мы устраивали на ней игру в кошки и мышки первым стартовал тот кто ехал самым трудным маршрутом гарнт а вторым коннор с его легким маршрутом интервал полторы минуты если кто-то сможет кого-то обогнать то придется сделать 20 приседаний со своими и без того дохлыми ногами так что ни в коем случае не оглядываемся назад еще раз что 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 если кто-то сможет кого-то обогнать то придется сделать 20 приседаний со своими и без того дохлыми ногами а так что ни в коем случае не оглядываемся назад ладно у гаранта фора полторы минуты 3 2 1 пошел в кейгарн стартовал бля пиздец чуваки у меня уже все горит думаешь на гонишь его будет сложно все-таки полторы минуты блин плевать если джоу меня обгонит но надеюсь конору не удастся только рекорд один пошел ты сможешь джоуи догони этого подонка лучшие друзья жопе больно знаете чего я не хочу видеть самодовольную рожу обгоняющего меня конора пока не ходор 321 и поехали пожелаю удачи она мне нужно пригнусь для лучшей аэродинамики давайте все договоримся жить дружно друзья уже устаю что за он совсем близко чего бы там не хотела мать природа музыка справился умер я бы сделал вас но времени не хватило думаю теперь вам наглядно видна разница в степени нашей усталости стоны типа все проезжающие мимо японцы оборачивались на меня типа это чел перерыв примерно на три часа до конца своей жизни больше к этому не вернусь я в печали я же был я стартовал последним но при этом почти догнал гарнта всего трехминутной флоры но не станем забывать что ты проехал четверть от того что проехали мы и у вас был часовой перерыв так что молчи вы достаточно отдыхали джоуи и так позади кошки-мышки которые я проебал вот через идей что могла нам прийти вот нас гарм чуть не умер я просто хочу чтобы этот день закончился продюсеры приготовили для нас последний на сегодня челлендж для последней части состязания сейчас узнаем что же гонка на время это та же гонка только в профиль это гонка с характером 100 метров к то это целый марафон мы постараемся насладиться оставшимися двумя островами веселиться ребята ведь мне сейчас так весело вы видите насколько мне весело больше мне весело несмотря на проигрыш понеслась ребята понесла конца понеслась чуваки давайте вниз с обрыва до сих пор мы всю дорогу могли отслеживать друг друга в реальном времени но теперь мы отключили локацию так что мы не будем знать кто где мы сможем это узнать только если кто-то решит ответить по рации я возьму рацию и скажу гарм сосет пенис там лежит другая рация и он может ответить если захочет или я могу притвориться что я прямо позади гард я могу сказать я тебя вижу гарм на последнем и самом длинном острове мы устроим гонку на время мы стартуем с интервалом в пять минут и встретимся у смотровой площадки перед последним мостом победит тот у кого будет лучшее время а проигравшим придется сделать по одному приседанию за каждую минуту отставания нам нужно было успеть последнему чекпоинту до 4 чтобы увидеть последний мост до заката провал был недопустим окей стартуем сейчас полтора часа о боже я уже обессилел в общем да вопрос в том когда конор и джоу меня обгонят и будет ли это буду ли я как это сформулировать пять четыре три два один вперед-перед ладно увидимся сколько время фора финишный отрезок почти полностью выдохшись а я немедленно проебался стоп я не туда свернул сразу же господи боже вперед конечно пацаны не стали смеяться надо мной за мой косяк не знаю как горн пропустил поворот все же было очевидно смотрите в сегодняшнем выпуске ботом гиро гарант неразов гиро и правда реально передвижение думаю если твой велосипед сломается ты поедешь в машине а можно сломать свой велик а не знаю как вы готов сбросить свой с обрыва мне надоело лажать во всех испытаниях и на этот раз пришло мое время блистать джоу и не говори со мной давай печенью что ли мы так близко друг другу а теперь да да давай ты коней он наверное еще даже не на мосту злюсь и я что он меня обогнал нет в отличие от него я всю дорогу крутил педали какой вид но нахуй этот вид и на этом я не остановился угадай кто тебя видит о боже кто кто позади я тоже вижу тебя гарн вот черт о нет они уже блять видят меня какого хуя но боже карн куда же ты веселье только началось чтоб тебя нихуя уже не слышу и не понимаю конора блять что случилось а точно что там был в чем дело точно точно слетела о черт это был конец я сломался мою цепь заела я даже не был уверен что во время успею к точке встречи и что самое худшее мне придется терпеть самодовольную рожу конора потеряно но затем джоу и придумал коварный план слушай можешь подобрать нас гартом и отвезти к смотровой площадке этот парень слишком много трепет языком а там плыл на пароме половину ёбаного времени именно как ему понравится такая хуйня кто-то скажет что это читер что это зайдет иначе план был прост обогнать конора чтобы гарант успел починить велосипед и конор ни о чем не узнает нам только нужно было заставить его думать что мы все еще остаем ну конор первым предложил выключить gps половину времени на ёбаном пароме просто уравниваем условия мне нисколько не стыдно скажите что это нечестно ну да блять нечестно иди нахуй конор притормози конор дай нам тебя нагнать да я вас вижу не опиздуй дальше мы догоним да не ребят я подожду вас он не подозревает что мы еще как догоним вы где пацаны у подножья холма нет не переживай поезжай дальше мы буквально только что въехали на остров вы только съехали с моста да мы только что съехали с моста мы задержались я задержался помочь гарту с его цепью справедливости ради я подожду пацанов потому что какой смысл в победе если я не смогу подкалывать их по рации они должны быть рядом не знал он ждал на большой сюрприз здесь юбически большой паучар сейчас возьму гоупро и покажу вам сколько жен огромный попрошу конора подъехать к мосту для съемки с дрона пацаны хотят сняться с дрона я поехал видите его затем кустом справа от меня прячьтесь да я уже еду ясно отбой прием конор я только добрался до холма и сейчас поднимаюсь наверх я сейчас на мосту так что до самого конца увидимся на другой стороне как же съемка с дрона сейчас в машине ну а тебе весело прокатиться я всегда знал что ты самого рождения они смухлевали какая наглость пошел он нахуй ржет нибудь сейчас машине хорошо ему конечно я ехал в машине но похуй не обо мне сейчас речь речь о гарантии он смухлевал сломал велосипед ну конечно чувак я сломал велосипед как скажешь гарнса ну да мы мухлевали мы это признавали но учитывая что конор пропустил целый остров немногим ранее мы решили сравнять условия и набрать небольшую фору так что да мы только что по волшебству оказались перед конором не знаю даже в курсе ли он что мы все еще участвуем в гонке но скоро он об этом узнает да узнает когда увидит что мы нарисовались у смотровой площадки мы проехали мимо он спрашивает ребят так съемка с дрона будет ребят а что там за съемкой с дрона но мы не совсем читеры мы где-то примерно в пяти километрах мы все таки завершим гонку да мы в пяти километрах от конца ладно мы поехали пацаны пока поворачивать здесь да хотя мы вырвались вперед нам предстояло преодолеть последний холм и блин это был финальный босс всех холмов как оказалось проблему у меня возникла из-за того что сломалась передача когда я переключаюсь на седьмую скорость на самую высокую у меня слетает цепь хрень полнейшая поднимаюсь в холм уже буквально минут 30 как он это делает как холмы это блин придумал холмы отвратительная на галман что делать столько холмов подряд боже мой только посмотрите на этот холм это один из самых больших холмов один из самых крутых что ж после каждого подъема в холм должен следовать спуск это правда жизни я довольно далеко впереди настолько что я могу расслабиться и просто подняться пешочком наверх привет как дела знаешь что чего джоу и гарнт уехали вперед что да почему гарнта была проблема с велосипедом небольшая поломка джоу и почему джоу и просто блядь захотел машина издеваетесь они обгоняют на 10-15 минут мы все знаем что я играл честно все знают они до сих пор не в курсе твои авантюры машине этот холм чувак хуй бы с ним с остальным я думал о том же самом блин я никак а может и догоню я постараюсь чтобы заткнуть этих ебаных шутников привет конор дайте мне проехать какого хрена лучшего остаток пути был прямым вот что я скажу нет не пути когда думаешь что победил финального босса но у него оказывается еще три полоски здоровья господи блин боже осталось только боль никакого удовольствия и так мы добрались до последней точки этой гонки гонки на время я хотел бы показать свое время 1 час и 38 минут как по мне вполне приличное время время джоу еще лучше да я уложился в одну минуту какую минуту в один час и 30 минут на таймере 1 час 29 минут и 18 секунд круто и теперь нам остается только подождать чтобы увидеть время конора да что ты думаешь думаешь он уложится в два часа будем надеяться надеются слишком долго он такой тормоз господи ну почему он такой тормоз я сохранил честь и доволен своим выбором насколько далеко вы уехали господи боже всего лишь чуть дальше моста чувак да ты пиздишь мы проехали половину ебаного острова до половина а чем ты говоришь дружи еще мы запустили свое время ждем только тебя какая у тебя отговорка джоу и угарн ты слетела цепь а у тебя что я устал а если бы у нас не было рации мы бы просто молча ехали на велосипедах или все время говорили сами с собой это было бы просто три видеоблога про японию одновременно именно надеюсь я смогу заехать на этот холм это лучше чем эти три тысячи четыреста метров ебаный в рот это издевательство не смогу посмотрите как скалятся какие наглые рожи рожи посмотрите кто не едет на велосипеде посмотреть нас мухлевал гарант я добрался сюда сам знаю что это гарант что ты можешь об этом знать мистер я был в ебаном круизе пропустив два ебаных острова да я это сделал и это было прекрасно благодарю не говоря о поездке в машине это решение от меня не зависело а вы решили нарушить правила это был ваш выбор как закончим это видео думаешь мне сейчас до этого не знаю как вы а я крутил педали первую половину пути первую половину дайте угадать вы пропустили четырехкилометровый холм ты про этот холм да потому что вы его пропустили вы знали бы если бы испытали эту боль мы испытали эту боль это не что по сравнению с тем что было ранее звучит как твоя проблема да не знаю первые два острова были довольно тяжелыми брать не стану сейчас ты никак не можешь нам доказать что это был тяжелый холм да так что мое видео и увидите как не было хуёба я не смотрю ролики трижевого вкуса с конором смотрю что пишут про меня на этих двоих мне насрать это был ужас ты какое у тебя время да какое время какое у меня время ну мы будем учитывать мухлёж или нет 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 мы считаем время которое у тебя время один час и час три неплохо вы не учтете машину смотрите на джоу и он даже не вспотел он вообще нихуя не делал так в правилах написано что это гонка на время верно на время которое займет дорога до последнего чекпоинта на велосипеде не заезд на велосипеде с тем фактом что я одержал техническую победу просто это не то победа который я хотел я запросто вас сделал я обогнал тебя за пять минут когда у тебя была фора 4 guard наверняка это было унизить думаешь что победил на самом деле он проиграл что что вы думаете чат что вы думаете вы думаете вы все водоки кончили на тех же велосипедах на которых начали не моя вина что мой сломался мой тоже сломался но он все еще со мной тебя цвет слетела это не поломка как скажешь чувак я просто нахожу выход я превозмогаю бери утомленные и пославшие подсчет очков ко всем чертям мы добрались три неспортивных виабу на велосипедах с небольшой помощью наградой нам стал потрясающий вид на последний мост до последнего острова позвольте заметить даже по этой лестнице да по ней чертовски больно подниматься посмотрите посмотрите на эти крошечные ступеньки прекрасно я бы подвести подпадал по две ступени итак ребят мы здесь нам все-таки удалось еще блевану это последний мост последний мост это последний мост самый длинный и там виднеется эхиме вон там мысли перед финалом но бы нам еще ехать дальше я не слишком воодушевлен если честно я думаю что последний отрезок мы проедем вместе на как хорошие друзья друзья как вы разрушили свет и спорта какой смысл соревноваться ни хрена уже нет мы просто друзья просто поехали домой и я хочу отдохнуть хочу вон цены пива и поплакать все это сразу я готов я готов к последнему участку смотрите этот мост это метафора метафора до этого моста мы обычные ну знаете обычные анимашники задроты атаку зовите как хотите но когда мы пересечем мост это станет для нас вдохновением мы достигнем чего-то что не я какой-то пургунец уже звучит как в финале рекламы raid shadow legends что за фигня мы доехали до одного из самых красивых пейзажей что можно найти в японии и нам оставалось лишь восхищаться красоте очень мило уставшие разбитые сломленные мы стояли перед последним препятствием мост курусима кайкио не только самый длинный мост маршрута но и один из самых длинных мостов во всей японии 4 километра чистого моста и затем подъем на холм у нас было одно утешение всем и четверо страдали одинаково погнали ладно вперед айма жопа у меня так болит жопа не могу сидеть про геморрой и чувствует то же самое по ощущению это геморрой такое чувство что мои ноги в аккумуляторной кислоте что мы сделаем страдаем классика зачем это велосипедистам я не знаю почему им это кажется веселым люди реально так развлекаются люди занимаются этим без камеры не иронично представьте заниматься этим не для контента прямо сейчас и ненавижу свою жизнь я не могу ребята я не могу мне нужен перерыв я больше блять не могу а моя жопа мы ждем тебя давай ты сможешь проезжай первым ты в норме на уровне я подожду наверху окей пройдусь-ка я с тобой гарант что еще может сломаться я думал что мой дух был сломлен еще пять часов назад мой мозг моя психика и я думаю скоро у меня порвутся связки теперь я понимаю что значит хентальный так вы нас мозга мы едем целый день я знаю классика модри целое аниме мы как проснулись так и не останавливаемся с утра до ночи и ничего не говорю я просто слишком устал я просто когда уже конец когда уже конец страдания добейте меня что правда адам и его видит о боже 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 у меня на секунду ноги отказали едем спокойно и тихо даже говорить нет сил потише не нужно переживать не нет нет я настаиваю это я беру на себя от неровности на дороге больно очень от любой неровности кажется я чистой силой воли заставил ноги и задницу аниметь да я уже ничего не чувствую думаю этот день навечно внушил мне страх перед холмами и перед небольшими уклонами в целом там еще один ебаный мозг как же темно уже походу да о господи только не это почему я еще жив чтобы страдать чтобы плакать на взрыв это неправильно это неправильно это неправильно боже мой в момент когда моя жопа отрывается от сидения меня пронизывает мучительная боль так не отрывай это чувак не шевели где остановка скажите мне где я остановлюсь в последний раз и уже никогда не продолжу спасибо за предупреждение горнт я буду аккуратнее тут темно я почти ничего не вижу сюда ничего не освещает я уверен что упро вау 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 уже нихера не идет очень темно как же быстро стемнело прокат велосипедов слева я вижу фидишную черту посмотрите посмотрите какая красота боже мой как мне больно у меня точно ебаный артрит бро зашибись пацаны боже я еле живой вы смогли пацаны блять гарнт у тебя вся рука грязная наконец-то наконец-то мы закончили меры мы закончили мост был очень длинно я сломлен физически психически духовно и я наверное порвал свои связки знаете вынимая когда кого-то сильно бьют они харкают кровью у меня было чувство что я вот вот начну без остановки харкать кровью я на ебаном холме и я должен продолжать за деревню листа но мы на прокате велосипедов а значит мы пацаны из трешового вкуса официально завершили маршрут семенами кайдо я попытался собраться с силами изобразить какую-то радость я такой типа если бы не прошел всю дистанцию ну просто говорю просто говоря ни хуя не я это решил мне пришлось сами же тогда тебе следует винить богов гачи это вроде как ты вроде как по своей вине попал на пароме да ты сам проколол шину мы будем припоминать это вечно конечно сейчас мы перейдем к записи в студии да ладно переходим к моменту когда мы уже не умираем да ладно пока пацаны должен задать один вопрос каково быть обманщиками грязными мелкими обманщиками я хорошо мне отлично на самом деле мне хреново это пожалуй самое тяжелое испытание в моей жизни может в следующий раз обойтись без физических страданий пожалуйста я хочу страдать ради видос нет я совсем не хочу мне казалось ничего страшного если придется пострадать но потом уже на полпути мне хотелось покончить с жизнью я хотел чтобы все закончилось я был не против четверить и знаете что знаете я просмотрел видео и думаю мы проехали приблизительно одинаковую дистанцию так что я считаю все нормально да мы уравнили условия у меня не было выбора а вы ребята вы приняли решение разрушить святость наши гонки я поверить не мог я даже прикинул цифры я был настроен так решительно что проверил все записи оказалось что если бы я не сломался на полчаса и бы все равно смухлевали то я обошел бы вас по времени тебе так отчаянно хотелось победы что я не жалел своего тела изначально было хоть какая-то святость я не забуду об этом следующем спецвыпуске пацаны в следующий раз попробуй не ломать велосипед и сможешь играть по правилам но когда рисковый как я гарнт иногда поломок не избежать но да что вы чувствуете после завершения испытания я вот чувствую я чувствую но я пропустил значительную часть но я все равно доволен что все таки сделал это приятно быть настоящим победителем вот что я скажу я наконец стал победить говори что закончишь продолжать тебя убеждать есть заключительная мысль о самом испытании мне бы очень хотелось повторить без камеры в своем тэн да я хочу проехать маршрут не за один день я хочу растянуть его на несколько дней это не норм нет это не норм вообще я хочу поплыть на пароме потому что мы так и не побывали на пароме это был идеальный момент для нашего пляжного эпизода а мы всю дорогу страдали я негодую где пляжный эпизод это будет следующий спешл следующий спешл пляжный эпизод без всяких челленджей только пляж будет только пляж но да готов спорить на пляж крис придет это точно хочу поблагодарить наших патронов за то что позволили нам устроить себе такое испытание это было как вы понятно поняли очень затратно весьма логистика все дела и снимать это было гораздо сложнее чем выпуск про дрифт не так ли да когда все растягивается на сотню километров с машинами с операторами выходит запах буквально вдвое больше камеры вдвое больше людей было всего вдвое больше вдвое сильнее бьет по кошельку если хотите поддержать эти выпуски трешового вкуса и у нас есть еще много идей даже более безумных чем это если хотите их поддержать просим на наш патреон и вы увидите свое имя в титрах пускать эти прекрасные люди и патроны которые заплатили за наши страдания своими деньгами спасибо вам и впереди будет еще больше спецвыпусков и челленджей надеюсь вы продолжите нас смотреть в общем ребят скоро увидимся в новом спецвыпуске трешового вкуса пока пока большое спасибо за просмотр надеюсь вам понравился выпуск большое спасибо всем кто поддержал выход этого спецвыпуска на пусть и и на других платформах если вы хотите поддержать дальнейших переводов все реквизиты указаны в описании особенно благодарны будем забудьте список красавчиков подержавших этот конкретный спецвыпуск вы сейчас видите на экране спасибо им огромное автор перевода сергей константинов звук надписи и озвучка сидок и алексей михайлов сильвертацию озвучил аниме мэна я иосифа манский озвучил гигука алишер сатар озвучил ассистентов пацанов увидимся в следующем выпуске мясо а монтажер реально надо очень бедной может быть и у него он был не в одиночке как обычно все же там нужно просто хотя может быть не так сложно типа хотя уже не знаю хотя нет на дорожке звука можно увидеть где чел говорит а где нет хер знает как там с шумом ну короче а к тому что им грубо говоря нужно было с нескольких камер по 8 часов и без перерывной работы и все это чекать ужас конечно все равно ну да надо все же он как-то знает как это чекать правильно да уж ужас ужас столько ехать конечно не представляю просто реально доехать до дистанции это просто смерть выглядит как смерть то что ну то есть да там типа по мелочи они там то и сё сделано но по факту все но слишком много проехали будучи абсолютно неподготовленными это конечно большое достижение ладно хороший выпуск хороший выпуск будем ждать следующих интересно что будет я не знаю есть у них еще что-то типа шахматы турнирная арка уже закончилась но вроде бы компиляцию под спецвыпуска еще не делали и все будут вообще и и вроде я ничего не слышал больше так что вроде пока него не должно быть а сбор пк точно сбор пк до про него слышал забыл просто но хотя бы лайтовый должен быть для съемок и делан я ну пока я собираюсь собрать тоже муторно я сам собираюсь только последние лет десять и поэтому знаю особенно с проводками всегда много проблем с проводами но в любом случае это в рамках того что человек может особо без подготовки сделать как говорится в плане физической там так далее с ума сходить не надо как здесь на великах все тогда я нет записи